Ремик, Персик, Оскар. Здесь не меньше 20 могил домашних питомцев. На самом деле, картина очень трогательная. И за кадром я уже успела прослезиться. Видно, что животных действительно любили. Захоронения аккуратно обложены камнями. Кто-то принес миски, игрушки. На некоторых могилках хозяева установили даже настоящие надгробия. Владелец мастерской по изготовлению памятников Александр Орлов рассказывает, что такие заказы, конечно, нерегулярные, но несколько раз в год точно поступают. Как раз накануне нашей встречи люди попросили сделать надгробие для своей овчарки. Это, как правило, не крупные заказы. То есть это либо какие-то, может быть, остатки. У нас есть там бой на производстве. То есть это небольшие кусочки, которые подходят для гравировки. Мы их всегда со скидкой людям предлагаем. Ну, в среднем где-то от 3 до 10 тысяч рублей. Это вот средний такой небольшой заказ. Ну, бывает дороже. То есть были случаи, когда люди заказывали полноценную стелу. Однако хоронить любимцев в лесу или даже у себя на даче по закону нельзя. В первую очередь такой запрет объясняется санитарными нормами. Кошки и собаки умирают не только от старости, но и довольно часто из-за инфекционных заболеваний, которые могут долго жить и в теле животного, и в грунте. Привлекают такие стихийные кладбища и диких животных, и бродячих животных. Соответственно, эти могилки разрывают. Если сами не болеют, то могут быть носителями при контакте с другими животными. При выделении фекалий человек может наступить, принести это домой, заразить свое животное. За нарушение требований бывшим владельцам питомцев могут выписать штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Правильно будет животное кремировать. Сделать это можно, например, в государственной ветстанции. Такую услугу по приему трупов животных для последующей кремации в наших крематорах оказывает Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных. Эта услуга недорогая. 57 рублей, если я не ошибаюсь, за килограмм. Это, получается, общая кремация? Да, общая кремация. Некоторые фирмы в Мурманской области занимаются индивидуальной кремацией. Соответственно, выдают урночку с прахом. Наша служба также ветеринарно планирует в дальнейшем такую услугу тоже предоставлять. Индивидуальная кремация и стоит значительно дороже. Например, за маленькую собаку до 10 килограммов частники берут не меньше 5 тысяч рублей. Бесплатно, но незаконно похоронить или отдать кругленькую сумму за кремацию. Такую дилемму этой весной пришлось решать Али Бабаджан. После долгих и счастливых лет жизни ушел на радугу ее любимый пекинес Лева. Я вот пришла со временем к выводу, что кремация – это, наверное, самое оптимальное в этом случае. У меня уже был 20 лет назад опыт подобных похорон. У моей мамы умерла собака, карликопудель. Мы в ноябре месяце с братом 5 часов его хоронили. Потому что снег, земля промерзшая. Мы, когда похоронили, сказали, слава богу, что у нас не овчарка и не дуг. Организовать отдельное кладбище в городе можно, но и это непросто. Во-первых, этим должен кто-то заняться. А во-вторых, места на нем закончатся так же быстро, как и на любом людском кладбище. Такие примеры есть в Москве и Санкт-Петербурге. Все эти могилки снесут. Останки животных придется кремировать, а почву дезинфицировать. Этим займутся владельцы земли вместе с веткомитетом. Конечно, хозяевам будет больно и обидно. Но нужно понимать, что создание таких стихийных кладбищ для домашних животных все-таки незаконно.